всем привет в москве немного похолодало поэтому я сегодня в такой утепленной версии напишите кстати из каких вы городов и какая у вас сейчас погода давайте немножко с вами как-нибудь по взаимодействуем пообщаемся мне сегодня на обзор прислали супер новинку честно когда я увидела эту упаковку и увидела еще что парфюм от lataf я думаю ну все вот просто идеальная погода чтобы пробовать мне кажется он будет достаточно тяжеловатый парфюм унисекс называется он body all out версия sublime обратите внимание что это красная версия есть еще фиолетовая точно в таком же оформлении выполненная посмотрите на саму коробочку ну просто какая-то красотища невозможная как обычно вот так открывается здесь бархатная подложка очень красиво и кстати только вот сейчас заметила внутри коробочки лежит вот такой вкладыш он достается и здесь визиточка латафы просто посмотрите как красиво идеальный подарочный вариант слакон если честно ну очень тяжелый увесистый в таком интересном восточном оформлении крышка очень красивый я надеюсь что сам аромат внутри нас с вами тоже не разочарует латафа как всегда заявляет что это унисекс парфюм но я думаю что мы с вами на собственном опыте сейчас убедимся так ли это мне кажется я снова переборщила с пшиками каждый раз говорю себе не больше одного и каждый раз наступаю на одни и те же грабли я была уверена на сто тысяч процентов что там сейчас прячется какая-то удовая невероятная тяжесть судя по названию и оформлению но вы просто не представляете какой он свежий цветочно-фруктовый и бодренький так здесь явно в начале есть фрукты причем фруктов много они прям искрятся вот так вот на коже сладко кислыми какими-то акцентами возможно фрукты нет я знаю что здесь здесь есть личи сто процентов мы не так давно с вами пробовали какой-то аромат кажется тоже от латафы и там вот тоже в нотах было личи и она раскрывалась именно так да я на сто тысяч процентов уверена что здесь есть личи в самом начале помимо личи еще может быть смородина или клубника мне кажется что есть еще бергамот да и пожалуй бергамот в отличие бергамот и какая-то ягода сбежим с вами смотреть пирамиду композиции мне очень нравятся верхние ноты я еще и удивлена что здесь совсем не то что я ожидала пирамида композиции это действительно фруктово-цветочный аромат я в дичайшем просто в восторге в начале здесь роза и фрукты личи и яблоко вот личи и яблоко ну может и правда яблоко но не знаю мне отказалось что здесь смородина даже больше не клубника в отличие смородина но у этого аромата такой свежий кисловата сочный запах фруктов и личи здесь прям четкий вот по поводу яблоко возможно она просто усиливает вот этот кислый сочный акцент но старт очень прикольный идеально подходит не на сегодняшний конечно день но когда жарко вот просто вписывается супер в сердце здесь слива и жасмин нет бергамота я была уверена что он тут будет и в базе мох пачули и ваниль ну все я уже влюбилась вы уже думаю сами видите что мне он понравился очень давно не было таких ароматов которые прям меня влюбляли я надеюсь что он раскроется и будет таким же потрясающим подождем с вами часа три заодно проверим стойкость и вернемся к обзору ну что друзья у нас с вами прошло чуть чуть больше трех часов запах действительно стойкий сейчас расскажу за счет чего эта стойкость достигается как по мне у него средненький шлейф продержится он примерно часов пять шесть но мне кажется этого вполне достаточно скажу честно я совсем немного расстроена мне безумно понравился как он стартовал это было такое свежее сочное фруктово ягодное начало и мне так хотелось чтобы она перетекло и в сердце и я не знаю чтобы не сильно изменялись акценты но к сожалению для меня сердце здесь оказалось достаточно плотным то есть здесь прям много жасмина жасмин я люблю в принципе как ноту но когда она не захватывает власть над всем ароматом а гармонично встраивается в композицию здесь же случился резкий переход от искрящихся на коже фруктов и сразу в такой вот цветочную глубокую плотную историю жасмин и роза это две ноты которые я слышу в сердце и они здесь прям ну достаточно интенсивные то есть аромат сам по себе классный если вам нравится и жасмин и роза и особенно если вам нравятся ароматы в которых две этих ноты прям вот сильно выпирают для меня это все-таки немного чересчур как по мне жасмин и розы здесь слишком громкие и слишком много забирают на себя внимание поэтому в раскрытии он мне не особо подошел и честно говоря вот этот классный фруктовый старт он не так и долго продержался то есть сердце здесь раскрывается буквально через минут 15-20 и все и дальше уже забирает просто вообще власть над всем парфюмом кстати говоря в нотах была заявлена слива я пыталась ее расчувствовать как-то разглядеть рассмотреть но честно говоря я ее так и не заметила возможно просто жасмин и роза так сильно мое внимание отвлекали что все остальные ноты на их фоне просто померкли в принципе запах сам по себе универсальный то есть если вы умеете носить на повседневку такие плотненькие цветочные ароматы вам подойдет на вечер будет хорошо даже сезон года любой изначально я думала что это прям супер летняя история но сейчас уже я полностью изменила свое мнение и можно и осенью и зимой вообще отлично будет раскрываться я думаю в любую погоду в чем прелесть этого аромата каждая девушка найдет в нем что-то свое да фруктовый старт если вам нравятся фруктовые ароматы попробуйте цветочное сердце но учитывайте что жасмин и розы здесь прям выстреливают так что с осторожностью если вы эти две ноты не воспринимаете лучше не рисковать и в базе я бы скорее выделила ноту пачули потому что в моменте просыпается вот такая в нем горьковатая землистость сочные листья у меня с какими-то такими акцентами ассоциируется эта нота в целом этот запах очень калейдоскопичный он собрал в себе и свежесть и бодрость и плавность и мягкость и небольшую даже душноватость как по мне поэтому как эксперимент если хотите попробовать что-то новое если хотите расширить коллекцию какой-то новинкой попробуйте мне потом будет как всегда очень интересно прочитать ваше мнение конкретно про этот аромат я наверное вернусь к нему еще раз пока не буду отставлять его уж слишком далеко возможно запишу вторую часть обзора когда пройдет какое-то время и он настоится после того как я его открыла возможно как-то звучание поменяется пока что не могу сделать прям стопроцентных выводов о нем буду наблюдать кстати говоря мне на обзор прислали еще несколько новинок поэтому всю неделю я буду радовать вас новыми очень красиво оформленными ароматами от бренда латафа и фрегнанс ворлд мы с вами увидимся завтра в следующем обзоре я желаю вам хорошей недели позитива пожалуйста постарайтесь поменьше тревожиться и оставаться в спокойствии берегите свои здоровья свои нервы и окружайте себя сейчас близкими людьми которые дадут вам какое-то необходимое тепло и поддержку всем пока